Чтобы взглянуть в глаза той ситуации мировой, там геополитической, в которой очутилась Украина, и взглянуть это со стороны не футуристической, не с бухты-барахты, той ситуации, которую описывают некоторые, их очень мало, польские политологи, не то что какие-то там жареные, которые приписывают украинцам несуществующие цифры резни Волынской, закрывая абсолютно глаза на свою резню, то есть силовой уклад, расположение этого уклада по той арене, где существует Путин, США, Украина, в принципе ни за день, ни за два не изменился в отношениях, а Трамп спешит к нему с платочком, помоги же мне, помоги, как ты мне помогал с избирательной кампанией, только теперь скажи, что ты мне не помогал с этой кампанией избирательной, и все было сделано, доконанно, то есть для чего это было пресс-конфереха, да ни к чему, или же это игра системы американской, с другого захода, уже понимая, who is Mr. Trump, понимая уже это, они махнув рукой, что, ну что поделаешь, надо вот такого типажа терпеть, только теперь его нужно и не просто терпеть и ждать, когда он выбрыгнет очередной калаш, а уже его направлять в русло, ладно махнув рукой на эти выборы, ладно там на то, на сё, ну уже ставить другие задачи, имея ту фигуру, ну долбанутую такую, горделивую, вожделеную, и т.д., которую они уже имеют, и работать, и работать с тем, что уже подручно есть. Вот такой чувак, вот такой типаж, то есть, что я имею на увазе, это то, что хочет Путин имиджево быть, выглядеть там где-то на подъеме, вот Трамп, и пускай с ним чуть-чуркаются обнимашки и тому подобное. А политика Америки, система Америки будет оставаться в том своем идентичном, верогидном русле воздействия, как мировой жандарм против тех стран, которые бандиты, террористы. Потому что, вы посмотрите, что заявляет Путин на пресс-конференции с типажом, ну, с досвидченным типажом журналистом с Fox News, который, кстати, так и не перебил Путина, когда он начал вякать про Крым, что Крым, это референдум там был, мы там это все сгидно с мировыми стандартами провели, то взял бы его перебил, с какими это мировые стандарты, это что, зеленые человечки, это что, мировые стандарты у тебя, Путятина, ты что, с дуба упал, а он пух-пух-пух быстренько проговорил, чтобы они перебили, и фразу хоп, закрыл, и закрыл вообще эту тему. Ну, блин, извините, политик великий вздрыснулся, слился, но самый главный парейка с Путина, это, естественно, то, что он в самом главном начале начал, начал трындеть такие речи, что все больше увеличивается опасность того, что террористы захватят ядерное что-то, и они вот-вот все ближе-ближе к ядерному чему-то, и могут его использовать в своих целях террористических, что давайте мы вместе же будем против этих террористов бороться. Капец. Терроризм представляет большую даже угрозу, чем это кажется на первый взгляд. Ведь если, не дай бог, произойдет ужасное, что они доберутся до каких-то средств массового уничтожения, это может привести к ужасным последствиям. И наши военные, наши спецслужбы все-таки выстраивают отношения... Ой, Путин с этого так и начал. В этом интервью с Fox News, что это реальная угроза тому миру, который ему не выгоден, и плюс в противодействии к этому он всем рассказывает и показывает воочию пример. Вот посмотрите на Жириновских, посмотрите на Клоуна, посмотрите на всяких разных и других шизофреников, что они плетут. И что с вами будет, если вы меня устраните? Придут на мое место еще худшие. И фарш превратят в вашу и нашу планету. Так что давайте лучше, как я скажу, и т.д. и т.п. Вот такой перекос Путина, но самое главное, что он в этих словачках своих заключил, это что он может, Путятина, долбануть ядерную грязную бомбу где-то, где-то в мире. Далеко, близко ли, это уже как посмотреть. И потом всем миром начать вместе со всеми устранять последствия этой ядерной угрозы. И говорить всему миру, что да посмотрите, посмотрите, я же вам говорил, что давайте вместе объединяться. А теперь вам больше некуда деться, как со мной объединяться. И цены, и то, и сё могут возрасти. Так что, вы же посмотрите, уже ядерный заряд долбанулся. Какими-то террористами, против которых я воевал в Сирии, против которых он там еще где-то там троллевали. Вы же посмотрите, что с Европой было. И вы меня не послушались. И теперь давайте вместе устранять эту угрозу. И забудьте вы наконец-то уже про Крым, про Донбасс. Я сам этим займусь. И благо для Путина, что в Украине кишить таких гнид, которые могут помогать Путину этим заниматься. Отжиманием дальнейших территорий Украины. То есть, цулык нах, штудирен номер цвай. Слова Путина о том, что ядерная угроза, террористы, дословно не помню, звучит добро, с добрыми намерениями. Но в контексте переводится на блатной жаргон спецслужб, если хотите, то, что это угроза ядерным шантажом, грязными ядерными бомбочками, путиновскими. Говорится это в таком контексте, что раз Трамп со своей воли, со своего кондачка, со своего идиотического понятия и видения, мировоззрения, не барыжнического, а бизнесового в мире, смотрения только за своей нарциссической позиции. Захотел себе через Кимчанына, а потом через Путин, типа поставил Путина и Кимчанына в одном ряду. Хотел сделать это мировой бестеллер с собой. Ну Путин, ну хорошо, мы же помним украинских олигархов, какой бестеллер этими олигархами сотворил Путин, доведя до 14-го года, до оккупации территории, до несуществования как таковой украинской армии, милитарии, сил вооруженных Украины, которым нечем было себя оборонить, оборонять. И поэтому пошло такое говно, что на слабого, не то что вата, вообще все льют, даже не вата зарылась. Некоторые ленточки одевали, даже бегали, чтобы их так не убили или еще чего-то. Колорадские имеется в виду, не жоп-то блокытные, которые мы одевали. И не боялись, то есть в самый разгар одевали. Потому что есть в головешке еще какие-то принципы были, которые эти принципы Шарошенко, Порошенко постоянно их уничтожает, убивает. То есть Путин дает олигархам. А олигархи себя так вели, как пьяная шмара подходит к какому-то типажу на вокзале. И говорит, почему ты такой грустный олигарх? Он там дела херовые, блин, все так плохо. Олигархи сказал, да давай я тебе помогу газом. Олигарх, да ну ты посмотри на себя, ты же грязная шмара, чем ты можешь помочь? А вытаскивает с этого потертого лифанерии и говорит, вот смотри, у меня есть. Да, олигарх. Ух ты, ну ладно, раз ты, хоть ты и шмара, но все равно, значит, тебе есть что поймать. И за это время, вот эта посткоммунистическая шмара на бабле, с одной стороны, у Европы и Америки набрала себе бабла, там стабилизовался ценный фонд. А с другой стороны, на украинских олигархов ослабила Украину, милитарий Украины на том, что договорки, я же тебе газ, а ты давай ослабляй все, что можно ослаблять. А народ то какой? Пост советский, народ сугубо патерналистический, как в фильмах китайских. Бежим туда, пробежали, там говорят, бегут туда, бьют, убивают, кровища льется. Вот такой народ, патроналистический, что вождь говорит, тому оно и молится, барину молится, потому что оно своего не имеет, ничего априори не имеет, потому что у него нет биобыдла массы своего мозга, который бы что-то анализировал и который имел гиднесть и честь. То есть, благодаря революции есть теперь гиднесть, честь и достоинство. И что теперь? Как мы видим, что теперь? То есть, теперь Трамп сделал Путину такую же ласку, как и украинские олигархи, не подвигаясь на международной арене реально силы, не убирая свои террористические порядок, не изменяя. Путин принял Трампа, а теперь будет требовать из него, ну что, Трампек, давай подвигайся. Или же, слышал мою угрозу для спецслужб, это ядерная угроза, распылив, распустив, как в Англии проба уже была и проба на реакцию, как домущники, как бандиты, воры всякие. И сначала пробуют, что там за хозяева, как они там отреагируют, а потом действуют. Вот так и Путин пробует, а потом действуют. Ему насрать путятине, что миллионы россиян от этого говна погибнут. Ладно, тогда, возможно, Трамп гений. Возможно, он настолько умнейший человек, и не только бизнесмен, а умнейший человек. Когда он им стал, вообще непонятно. Не умел различить, отличить Хамаса от Хезболла. Ну ладно, может он в другом, может он философ великий, то есть он просчитал, что вот постоянно такая фигня, вот когда кризис огромнейший, военный, нуклеарное заражение и тому подобное, угроза этого, или война, как Карибский кризис. Тогда Хрущев и Кеннеди сподвигаются для сотрудничества, и начинается потепление отношений. То, как кем Америка, in God we trust, а где Россия была, we hate God, we just worship for communist party of the USSR. То есть, даже если минуть это, то, ну, Трамп думает, а, ну вот, давай я зайду с другого положения. Давайте вот как Христос ни за что людям дал благодать. Вот так и я дам Путину, России, шанс. Давайте начнем сначала дружить, а потом вы будете разоружаться. Стулья день и день и стулья. Ну, как мы видим, сколько времени прошло, в принципе, еще очень мало. А вот не то, что и ныне там, а наоборот, на эту уступку, как на нишу, залез Путин и загарнул эту нишу и говорит, все, вы мне отступились, теперь я вот это все эти рубежи занял, этой вашей уступки. Теперь я вам, блин, буду диктовать, чтобы вы еще дальше поступались. А как дальше? Да херь его знает, как дальше. У него нет плана. У него есть, что его чморили в юности в школе и еще там где-то дальше в школе там КГБ, разведки. Вот он это и вымещает, уже будучи мировым лидером. Кому-нибудь снилось в армии при дедовщине, которая была у нас у всех, гонебная, что придет вот такой себе не черпак дух и будет потом чморить не то, что там этих дедов, а и саму часть военизированную, самого комбата будет чморить. Это немыслимо, что проделывает Трамп, не посоветовавшись, ну потому что его же гоняют там бедняжку, ему не с кем бедненьким посоветоваться, кроме гневного лица своей супруги, надеюсь, нормальной. Хоть она нормальная из всего этого клана. Мелани, вот, имеющая, которые славянские корни, как бы такие вот славянские, европеизированные. Политологи говорят, монополярный мир, мультиполярный мир против биполярного. Таким странам, как Украина, Польша, Хорватия, бывшие страны Югославии, там, ну, короче, нормальным странам. Нафиг оно надо, чтобы был вот этот биполярный, Америка и США между собой там конфликтовали, а Китай тем временем наживался, и другие там страны тоже на этом конфликте. Это тоже не нужно. И они, естественно, вполне легально захотят обзаводиться этими ядерными установками, тактическими, средней там дальности, еще какой-нибудь там супер далекой дальности, оно нафиг не нужно. Ну, лучше ниже радара, оно пошло-пошло, и прилетело в Кремль. Как хочет Путин, чтобы это что-то все прилетело то ли в Киев, то ли в Вашингтон, в Ди-Си. Только будет ли это сдерживающий фактор для Путина, как это был какой-то фактор хотя бы для СССР, там, где было хоть какое-то политбюро со старыми целующимися гомиками, этими партийными лидерами. То есть, если для них, для такого консилиума был это сдерживающий фактор, при той силе, которую они обрели, имея двух потужнейших на 40-е годы врагов, супер-биполярных диктаторов. СССР, коммунистическая, террористическая, тоталитарнейшая система. И коричневая, как они говорят, как красная чума, говорит на коричневую чуму. То есть, и помогая всем миром, избавились от одной чумы, приобрели другую коммунистическую, тоталитарную, но уже та, которая с помощью всего мира поборола ту коричневую чуму. То есть, политбюро этой системы тоталитарной уже понимало, что такое сдерживающий фактор для мира. Но Путин, он же долбанутая людина, он же с кнопкой, он этой долбанутостью и всем угрожает. А может он не долбанутый, а может он в натуре больной человек. Это ваш, никто не знает, и это ему нравится, что он же неадекватный. Типа, неадекватный бандит, неизвестно, когда и где он ударит. Это настоящий враг, которого нужно бояться, травлялю. А Трамп с этим врагом, неадекватным террористом, темки-темки, тем самым его легализируя. То есть, ну, как можно вот такого человека, перечисленного, слегализировать, который не понимает, что такое паритет, не понимает, что такое подвижки. Абсолютно не понимает. Он лжет, нагло лжет, называя примеру своей страны. Смотрите, мы же великая демократия. То есть, человек полностью, ну, вялотекучка, это минимум как. На грехе, на нарциссизме. Так же, как и лжет его, этот Гундяев, у которого вертолет, там свой самолет. А кто ему этот самолет дал? Бог. Весьма. То есть, Гундяеву дал самолет, Бог. Но для чего? Гундяевский самолет. Да, ведь у Гундяева есть самолет, а ты думал, я думал, у него нет самолета. Но я ошибался. А как говорил один, один очень знаменитый человек, он же герой России, а ты докажи, что не Бог дал. Да, конечно, Бог дал, все, тут доказывать нечего. Естественно, никакой коррупционной схемы здесь, в принципе, не может. Гундяевский самолет. Да, ведь у Гундяева есть самолет, а ты думал, я думал, у него нет самолета, но я ошибался. А как говорил один, один очень знаменитый человек, он же герой России, а ты докажи, что не Бог дал. Да, конечно, Бог дал, все, тут доказывать нечего. Естественно, никакой коррупционной схемы здесь, в принципе, не может. Не буквально он ему дал, Гундяеву самолет, Бог, а дал его через сатану, чтобы люди научились, чтобы открывали Библию и читали, что написано там, а что вытворяет Гундяев через сатану. А люди до сих пор ничего не открывают, они ходят ходами, хрещенными ходами, молятся, только непонятно, кому они молятся. Ну вот же показывать в амориликанских крутых фирмах-боевиках, что лихие спецслужбы, CIA и ТДСТП уничтожили террористов. Там, из СИСовцев, или там, Айриш, ИРА, ирландских террористов, которые тренируются где-то там недалеко от Бастан Хезбулла или где-нибудь там в Африке. И летит спутник, нашел террористов, опа, вычислил. Те знают, спрятались, а те взяли, изменили код спутника, что очень было дорого, перенаправили. И спутник вылетел тогда, когда они вышли тренироваться, их увидели, засекли. И боевые дроны этих террористов, пух-пух-пух-пух, с неба только пух-пух, вспышечки, пыль. Все, нема террористов. А тут-то Путин превратил из России страны там Лермонтовых, Толстых, Шушкиных, которые сейчас превратились вообще в ничто. Тогда они еще как-то котировались, а теперь вот с такой политикой России они превратились вообще не в котирующихся писателей. Потому что априори сама страна такая. А Трамп едет к террористу Путину, которого априори должны уничтожать как террориста, захватчика, как в Кувейте или еще. То вместо дронов летит дрон Трамп целоваться с Путиным и решать решалово свои. Примитив вообще чистой воды. То есть, если Европа в свое время тильки спостерегала за процессом, когда поколбасят два тоталитарных атеистических наглухо диктатора. И после этого колбасения победивший один диктатор лазил по этой Европе, чморил эту несчастную Европу. До тех пор, покуда все-таки он не подавился ножками Буша. Обнищал, обворовался со своей гребаной экономикой плановой. Разворовался и с бриллиантами, золотом Компартии поутекал и ля-ля и т.п. То, что смогла сделать еще Европа, еще что-то смогла, так это скосово прекратить там вот это бесчеловечное убиение, человекоубийство, кровопролитие из-за типа спора территории. Да, ну а что поделаешь, это у этого, Юсика Борстита надо было спрашивать. То есть, и то за допомогой американцев они еще этого Милошевича хоть как-то преступника военного подмяли. А Путин превратил это в пропаганду того, что наших бьют, сербов бьют. Вообще капец полный. И взял и отомстил, и теперь Европа, где штат типа теперь Европа, когда у нее там кровопролитнейшая резня под ее боком, криминал, наркотня, торговля людьми, органами, проституция и тому подобное. А то, что здесь, та же Европа, чуть-чуть восточнее, то получается, они уже обесрались. Значит, получается, опять-таки надежду нельзя держать на эту Европу и слушать, стоит ли останавливать добробаты или не стоило бы Турчинову прислушаться или наливайченко. В то свое время самое важное, необходимое, когда можно было под штыки смобилизировать там и сто, и двести, и триста, и полмиллиона народа украинского. И быренько это все сделать. Послушались Европу, что типа, да, солнцем мы сейчас придавим. Ага, уже придавили. Еле-еле с Югославией справились с вот этим кровопролитием. То есть, понятнейшее дело, что виноват тут не только сам Путин, которого взбесило, что он столько лет прикармливал воров украинских гребанных олигархов, которые не так народу, как себе, на карман этот газ клали. Всякие консорсумсы, шморсумсы. Он как бы поддавался, поддавался, и потом взял и смотрит, что олигархи не захотели ему отдавать и под него подлечь, потому что эти бы олигархи все бы пошли бы в мордовские лагеря его нафиг. Он бы поставил тут своих моторол. Он лучше поставить своего моторол тут, чем какого-нибудь Фирташу, позволит здесь оставаться в качестве, типа там, своего Абрамовича, который тот же Фирташ, тут типа, к примеру, тем же Абрамовичем пропутиновских до крови и костей никогда не станет. Как это непонятно этим тупым олигархишкам было, мразям. Вот теперь они, сучки, пускай отвечают за свое воровское поведение и унижение, понижение абсолютно до неспроможности, невозможности для Украины отстоять примитивно, отстоять элементарно свои границы. В 2014 году пускай они отсвечают теперь. Мрази погано-паскудные за это. Ну, вполне, естественно, возможно вникнуть. Есть такая как наука психопатология, а есть такая наука как патопсихология, который там изучает преступника, какой он бедняжка был с юности, с детства, почему он такой стал, что совершил такие тягчайшие преступления. Вот давайте влезем его в душу и разберемся нафиг. Ну, а нехило, бля, бюджеты государства растрачивать аж на такие исследования, когда сами диктаторы становятся вот такими преступниками, которых Трамп изучает по патопсихологии. Ой, бедный Путин, он так натерпелся. Ему обещали украинские олигархи в ноги все сдать, а сами не сдали, обманули. Вот он и пошел на них войной. Эксклюзуа. Получается, и Гитлер обиделся на повстанцев Варшавы, когда армия Краева при оккупации немцев, ну, гетто, там, повстания гетто были, так кажется, в 43-м году, 1900. И когда в 44-м году, 1-го августа, армия Краева, имея массу оружия, которые сбрасывали им альянты, не только, короче, все альянты антигитлеровской коалиции, и немцы это знали. Но они думали, что это оружие, и армия Краева будет воевать с коммунистами, когда коммунисты войдут. А получилось, что Сталин им на шушукал, пообещал, типа, да я вам, типа, там, дам вам, ну, Варшаву только, да, всю Польшу не надо, Варшаву вам дам во влаше владение, вы только должны показать свою силу, повстаньте против немцев. Вот Варшавяки взяли и повстали против немцев. И мало того, что, если бы они повстали, как в свое время УПА повставало, пришло, освободило деревню, позабирало нахер все оружие у фашистов, пару пулеметчиков расстреляло на точках, по периметрах, и их по страку отправило. И тогда комендатура немецкая в этом районе не мстила, немирным жителям, ничего, ну, забрали оружие, ну, блин, ах, сукины сыны, такие диты, ах вы, блин, проучили как, ну, ладно, но все равно убивать не надо, потому что, ну, не было так массы, взяли, расстреляли немцев, уже безоруженных, у которых забрали оружие и тому подобное. А там получилось, что группировку немецкую взяли по Висле и отделили. Одну часть там, в немецкой осталась, она тоже окружена, а вторая часть, вот, Сталин, бери немцев, фашистов, гитлеровцев, свежее мяско, мы тебе приготовили, давай наступай, будет наша Варшава, она тебе вот в подарок медаль, гитлеровское мяско свежее, а Сталин, блин, да я ж пошутил, хлопцы, цовы, хлопацы, пожартовал, курды, ждем, когда вы сами теперь повоюете с Гитлером этим, ну, посмотрим на шовы гораст, варшавяки, как, ты же обещал, сукин, ты, хрыч, блин, старый сука, ты, блин, отец народов, как тебе не стыдно, цель-ави, такая судьба, ребята, палятся, и Гитлер вхавал это, понял, и всю Варшаву потом испалил, вот такая вот версия, самая логичная, куда не может быть, а что там они прилетут по своей исторической девагациях, это уже их дело, потому что они слушают, как тоже патроналисты, слушают народ, что сказал вождь, а он сказал, что друзья и братья, Лех Кочинский, это наш президент, украинский, потому что он был проукраинский, и так с этим за принципы свои и погиб, поэтому он трижды больше президент Украины, нежели всех взятые, все взятые априори, де-факто, президенты бывшей Украины, Лех Кочинский, прошу не путать с Ярославом, тоже братом, хороший человек, но весьма заблуждающимся в этих релациях Украины и Польши на данный момент. USA, USA, то есть можно поздравить бизнесмена, президент of USA, Трамп, что он легитимизировал главного террориста Путина и второй чемпион мира, теперь уже Усик украинский, который молодец, но молодец был и Кличко в свое время, а что, кем оно потом стало, все мы теперь это все помним, знаем и понимаем. если бы Усик победив все, все, ля-ля-ля, и в раздевалке хотя бы записал какое-то видео или звернание, официально, или бумажка, или через кого-то своего, ну лучше самому сказать было, что слушайте, ну освободите, пожалуйста, вот я вам Россия дал легитимацию лишний раз с надеждой того, что вы будете легитимизированы как люди, как правовое государство, а не банда воришек, домушников, шмар, блин, этих клофелинщиц и т.д. Отпустите, пожалуйста, наших политзаключенных с вашей гребаной тюрьмы с Якутии, с Сибири, отпустите Олега Сенцова. Путин, сделай, будет доброе дело. Я сделал вам доброе дело. Он этого не говорит, потому что ему наплевать, потому что он занят только своей карьерой. И как от лица Украины в принципе выступать он может, но он будет выглядеть как красивейшая, талантлившая певица Анна Герман или другие и васюки, классные все, украинцы, но они пели хоть и украинские песни, но они восхваляли СССР, они восхваляли коммунизм, восхваляли атеистический строй, который забрал сколько там гордон, гордонечка журналистка говорит, что 80 миллионов жизней репрессированных, расстрелянных, закатованных в лагерях смерти, гулагах. то есть это фигня, да, гулаги? Главное петь красиво и легитимизировать, поднимать, чтобы все плакали, какой СССР красивый, великий, страна могутня, а ну-ка песню запевай первомайскую и т.д. То есть чувак грубает бабло на боксе, да, он там достиг величин, да, он украинец, а что из этого для Украины? Дружба народов. Так мы и так дружим народами, потому что в России живет миллионы помешанных крови украинцев, и это одна Русь, территория Новгород, Киев, Ростов, а Московия там уже приклебалась, приперлась с Игом, с Ордынским Игом, захватив земли, которые этому Игу платим и до сих пор. То есть что Трамп хотел от этого Путина типажа, который взрывал дома своих сограждан, россиян, чтобы те объединились вокруг власти, против терроризма, вокруг силовиков, то что можно, как серьезно можно Трампу что-то решать, решалого какое-то еще и запрашивать этого типажа, который взрывал россиян, дома своих россиян, в Ставрополе или где там еще, в Америку. То есть Трампа, я так считаю, нужно ограничить до власти владения разве что своим твиттером, потому что этот человек в экзальтации своего нарциссизма наделает еще немало вот таких сподвижнических на мировой арене для бандитской власти путиновской России, олигархи которой, вот как Миллер Газпромовский, он же, это же мимикрия Путина во всем, в жестах, взглядах, говорение, держание рук, губ, этих, блин, бровей, тембр, голоса, все, 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 он повторяет Путина, о чем мы говорим, а россияне кого простые повторяют, естественно, же не Путина, а только заклинание, что у них такая жизнь гадкая и хреновая, ну что поделаешь, они сидят дома, они никуда не выходят, никуда не выходят бороться за свои жизни, а украинцы что, далеко пошли от этого, символы украинские, украинские борьбы, вызвольных змаганий за независимость, они всегда были, только олигархи дают движение украинизации и украинства для народа, только лишь символы, которые спускают пар, и не больше, нету в этих символах выходи, майданы, выходи, что не так, референдумы, майданы, пошла нахер власть, наказывать в любой точке мира, этого же нету, а только шара варщина, что тоже иногда нужно, но это бесполезно, во времена смуты, во времена такого огромного грабежа Украины, который происходит сейчас, на крови наших бойцов, на передке, то есть вчера типаж Путин взрывал дома россиян, а сегодня он им дарит Крым, Крым наш, вчера вы погибли в взорванных домах, я получил власть за это, теперь Крым ваш, и снова я получаю он, Путин, власть за это, а жизни славян, христиан тут не в счет, а